Разговаривать, чтобы ни одного худого слова не сказать. Да, попробуем. Ну и ад. Мы из города Барнаула, православные проповедники, пришли в это место разврата, место тьмы. Еще рулетку в эту. Рассказать о Боге, о Христе, чтобы люди знали, за худые дела ждет наказание от Бога. Ад, гиенна огненная. Ну, я из Сахарина. Знаешь, что такое Сахарин? А что это такое? Это остров на востоке России. Я ничего не знаю. Мы Библию-то в руках держали? Библию-то в руках держали? В руках держал. Считали тогда? У меня поменьше версия была. А у вас что? Что? Ну, а знания-то ваши из какой-то книги? Что? Вот то, что вы знаете. Если вы не христианин, то какая-то другая книга должна быть у вас? Ну, знаешь, такое атеизм. Атеизм? Конечно, знаю. Да. Это дырка в бублике. Дырка. Да. Там ничего нету. Вот эта дырка, это у меня. Да, в голове дырка везде. Я верю, что ничего не верю. Ну, как? Ты тоже в это веришь, что ничего нету? Что ни за счет отвечать не надо? Хоть что делай, блуди, убивай, лишь бы только не попасться. Это плохо. Да, написано, у нас написано в Псалтире, 13 глава, Псалом, и 52-й. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. И причина. Они согрешили. Они совершили гнусные преступления. И нет делающего добро. Нет ни одного. А это новый завет или старый? Это старый завет. Это Псалтирь. Ее отдельно издают. Вот она. Отдельно. Это в середине Библии, эта книга, 3000 лет назад написана. А почему он открыто не сказал? А потому что кто при двух или трех свидетелях отрещется с законом Моисеева, без милосердия наказывается смертью. Это было очень опасно. И поэтому он в сердце не верит. Он сказал, нет Бога. А раз нет Бога, вот считаем Достоевского, братья Карамазова, все позволено. Все. Если Бога нет, если Бога нет, то самый умный, добрый человек был, это Гитлер. А если Бог есть, то это был преступник и сатана в образе человека. Видите, как все меняется? И Ленин был добрый, если Бога нет. Ну да. И Сталин добрый. И Сталин добрый. В зависимости от точки зрения. Ну а с вашей точки зрения, неверующий от верующих чем-то отличается? Нет. Не отличается? Одинаковые. А вы смотрели фильм «Мастер и Маргарита»? Нет. Не смотрели? Булгакова. Михаила Афанасьевича. Мастер и Маргарита. А вы посмотрите. Там дьявол в образе человека беседует с Берлиозом. И говорит, вот так и так, Христос умер. Говорит, это надо доказать. Он говорит, не надо доказывать. Я там был. То есть он сатана, он был там. А потом, говорит, так вы дьявол-то верите? И дьявола нет. Ни Бога, ни дьявола нет. А сам дьявол сидит рядом. А раз Бога нет, все позволено делать. Лишь бы не попасться. Это плохо. Тормозов нет. Семьи нет настоящей. Ты жене не можешь доверять. Она тоже безбожница. Она будет крутить, как хочешь. И ты на производстве везде будешь стараться обман сделать. Тебя посадят. Неверие губит все на земле. Как? Вокруг все Бог сотворил, и ничего нету. Бога нету. А кто же сотворил слона и мышку? Кто кита сотворил и маленькую кильку? Случайность. Ну как оно, чего оно? Надуло палочки, волна, скрутило волну, и получился кит. Типа того. Типа того. А вы сами подумайте. Мы с вами разговариваем. Какая мудрость. Мы друг друга понимаем. Речь. Глаза, уши. Извините, а мне вот интересно. А вот как вы с наукой? А какая наука? Расскажите. Какая наука доказывает, откуда взялся человек? И откуда взялся воробей? Случайность? Ничего никто не доказывает. Говорили, Дарвин доказал. А Дарвин до конца смерти был староста церковной общины. Вранье на сто процентов было. Он верующий был. Он сказал видоизменяемость. Если бабочка попала там, где в Лондоне на стене она сидит, туман и там копоть. И она делается серой постепенно. Вот это только доказал. А вы знаете, что человек растет маленький, у него растут одновременно глаза, брови, язык. Все увеличивается. Не увеличивается только два предмета. Не увеличивается. Всегда на одном уровне. Кто это сделал так? Глаза, вот я знаю, на одном уровне всегда. А вы знаете, что у него не... Что не увеличивается у человека? Ни у какого? Что? Наковальня в ухе и молоточек. Иначе с возрастом голос был бы все грубее и грубее, который слышишь. А в одном том же... Он в одной тональности. Кто это так сделал? Глаз увеличивается. Кто сделал это? Вот у меня голос увеличивается. Вот это и оно. Безумный, безумный, безумный человек неверующий. Верующий знает, это премудро. А кто? Да это природа. У природы разума нету, а у человека разум, совесть. Природа-то где бы взяла она? Природа. А что природа? Природа все... Ну что там? Ну летает журавль, бобер. Кто дал? Кто выживает, тот и остается. Ну остается таким же, какой был. Ну как нет? А вот следующее поколение... Ну знаете, есть свинья и овечка. Между ними переходного ни одного скелета не найдено. Если найдено, где-то у костра сидел первобытный человек. Ну 7 тысяч лет назад. Не больше. А такая же самая овечка была. Такой же самый козел, рога находят. А между ними, чтобы между человеком и обезьяном, австралопитек какой-то был или пятиконтроп, такого нигде нету. Академик Вирков доказал, говорит, кости, которые показывают в музеях, кости разных животных на расстоянии до 5 метров найденные. Ну да, интересное очко зрение. Без Бога плохо. А вот смотрите, комсомольцы не верили. Но когда попали под первую бомбежку, кричали, Господи помилуй. Все, и мама, и Господи помилуй. А верующий, он и до этого говорил, да будет воля Божия. Вот у меня отец вернулся с фронта, у него вот левой руки вот так не было. У них, я не знаю, сколько там, батальон был или рота. И они на кладбище завели их туда. А там сверху-то увидали. И немецкие самолеты так бомбили, всех убили. Два человека только осталось, и мой отец. Там мертвецы вылетали, говорит, по воздуху улетели. Ну, бомбы-то большие. Вырывало все. А сколько вам лет? Как? Сколько вам лет? А как думаете, по виду? Ну, по виду лет 65. 80, через два месяца будет. Ух, нифига себе. Так нифига, так при чем тут? А ты знаешь, что такое фига означает? Когда говорят, да пошел ты нафиг. Что это означает? Это означает фиговые смоковные листья, которыми припоясывались дикари, когда у них не было ни штанов, ничего. Это то же самое, что на половой член. Ага. Так вот, я вам рассказываю, фиговое дерево. Фиговое дерево? Да, дерево. Листья из него насыплялись и закрывали у человека. А поясание было. Пошел ты нафиг, вот что означает. Ну, полезно знать. Это очень полезно, чтобы эти слова не говорить больше никогда. Интересно. Ну, я дальше почитаю. А вот смотрите, мне 80 лет, а у меня такая жизнь была, ее в одну биографию не запишешь. Что пришлось пережить? Меня сажали, я в пяти тюрьмах отбывал. Меня мучила психиатрия. 26 лет мучений разных. И еще не могли сделать. Почему? Я верил в Бога, разум остался. А теперь я реабилитирован, со всеми льготами. Государство признало. Выплатили за то время, что я сидел. Я благодарю Бога. А без Бога я бы там засох. Извините меня, признало в каком году? Это в 86-м меня судили в последний раз. В 86-м. А в 87-м, 15-го марта, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании всех политзаключенных. Нас верующие по политической статье сажали. А я насчитал около 50 книг, на пленках распространил, Библию, и архипелагулак еще. А им это не понравилось. Я масонах, я материал готовил пять лет. Как они руководят миром, и что дальше будет, и какие замыслы у них. Я остался живой. При мне убивали людей, и меня Господь сохранил. А был бы я неверующий, даже сказать ничего не могу. Ну, неверующим проще. Неверующий просто. Он уподобляется скотине, говорит. А если что знает, по природе, как бессловесные скоты, тем расслевают себя. У них никакой святости нет. А зачем это? Он уважительно говорить не может. Язык поганый. Разные слова. Я предупредил, что не говорит. Это не случайно, потому что безобразнейшее. Вот маленькие дети. Школу. Бывает, раз тут мелькнул, и там дети. Они меня увидят вот так вот. Вот такие глаза, белки, и потом ха-ха-ха хохочут. То есть все одинаково ведут себя. Они как бессинята маленькие. Он не знает человека, не видит, но сразу пальцем тыщет, хохочет. А с одним начнешь говорить, он уже спокойно ведет себя. Старное животное. Вот сейчас только такие ребятишки у меня были. Показывает пальцем, хохочет, язык выслал, языком дрожнет. Ну ладно, все, давай, удачи. Так, если вы хотите побольше узнать, у нас сайт, это Ильют называется, «Во свете Библии», канал. Ильют? «Во свете Библии», канал на Ютубе. А, «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас там 14 770 роликов. Можешь напечатать мне сейчас, как он называется. Ну, видите, мне тут разбирать надо. У меня тут настроено так, что мне надо убирать, я закончу это. «Во свете Библии». Свет, свет падает во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вот если, подумайте, нужно будет какие-то вопросы решить по скайпу, просто зарядите Игнатий Лапкин, я один. И сразу на меня выйдете. И, извините меня, я не запомню. Можете, ну, не можете напечатать? Я могу напечатать, тогда мне надо все убирать здесь. Все, я убираю.